Программа «Мужское начало» как всегда оказывает дружескую поддержку компания «Велерой Бум». Здравствуйте! В эфире программа «Мужское начало». Программа о том, что составляет нашу жизнь, то есть о вечных ценностях. Сегодня в Царскосельский лицей, отмечающий свое 200-летие, приехали дети, которым очень трудно делать каждый свой следующий шаг в жизни. В благотворительной общественной организации «Умка» этих детей называют «особыми» и относятся с особой заботой. Так, например, организовали праздничную поездку в Царское село, туда, где начинали свой жизненный путь Пушкин, Дельвик, Кюхельбекер, Пущин и многие другие знаменитые лицеисты. Детям подарили экскурсию по детству нашей культуры. Каждый человек, даже если это человек с ограниченными возможностями, он имеет право и он должен это право реализовать на прикосновение к настоящей культуре, к искусству, к музейной экспозиции, к театральному действу. И вот поэтому мы и начали сегодняшний воскресный день с того, что приняли группу тех, кому, быть может, гораздо сложнее, чем другим обычным посетителям. Царскосельский лицей – идеальный музей для посещения его детьми. Ребенок все примеряет на себя. А что лучше он может примерить на себя, чем школу двухсотлетнего образца? 19 октября 1811 года Пушкину едва исполнилось 12 лет. Это возраст современных пятиклассников. Именно быт школьника Пушкина и его товарищей приковывал в первую очередь внимание детей во время экскурсий. Мне очень понравилось. Я никогда здесь не была. Мне было интересно, где был Пушкин, какой у них класс, кровать, там все такое. После посещения музея детей пригласили в ресторан, расположившийся в Екатеринском саду. Но для этих детей такой обед в ресторане был праздник вдвойне, потому что в ресторанах им приходится бывать нечасто. Ну я надеюсь, что деткам понравится все. Мы на самом деле из меню не выбирали ничего особенного. Дети очень любят русскую кухню, поэтому салат оливье, борщик, пельмешки – это такая домашняя кухня. И я думаю, что атмосфера дома им очень понравится, и они останутся довольны. Кто скажет, что эти дети особенные, чем-то отличающиеся от всех остальных детей – это нормальные счастливые дети. Если такое ощущение возникает, значит задача, которую ставят перед собой каждый день в общественной организации «Умка», сегодня была выполнена. И значит, модель благотворительного общества работает. Дело не только в деньгах, а дело еще и в том, что если наше общество по-другому будет немножечко относиться к проблеме особых детей, а я чувствую, что уже меняется, слава богу, в лучшую сторону, вообще только общими усилиями можно как-то изменить вот эту ситуацию. Забота о собственном здоровье в наши дни входит в моду. Многие из нас посещают фитнес-клубы, придерживаются здорового питания и стараются отдыхать два раза в год в местах со здоровым климатом. Такая забота о здоровье, конечно, приносит пользу, но не может заменить медициной. К сожалению, в связи с тем, что появилась замечательная наука косметология, иногда наш паспортный возраст абсолютно не коррелирует с тем, что мы видим в зеркале. И глядя на свои подтянутые тела и гладкую кожу, никто не задумывается, что при этом биологический возраст остается прежним. К сожалению, те проблемы, которые формируются с возрастом, никуда от нас не уходят. Известно, что с возрастом повышается риск онкологических заболеваний. Между тем, при ранней диагностике такая страшная болезнь, как рак желудка, становится значительно менее страшной. При сверхранней диагностике, при наличии определенного оборудования и опыта, возможно, и органы, сберегающие операции. Но мы их не можем сегодня тиражировать, потому что, к сожалению, к большому, даже при наличии этого оборудования, мы диагностируем не запущенные, но те формы, которые требуют определенных оперативных вмешательств. И рак желудка чаще всего не является приговором. Многие знают, что серьезное обследование желудочно-кишечного тракта невозможно без применения зонда, что не прибавляет желания его пройти до тех пор, пока жизнь не заставит. Есть вообще категория больных, их 5%, которые просто даже не могут себя настроить на это исследование. Они панически боятся что-то класть себе в рот. И поэтому в нашей клинике используются внутривенный наркоз для этого. Это позволяет мне, как врачу, спокойно совершенно осмотреть и детально все отделы, и опять же все складочки. А пациент совершенно не чувствует никакой боли. Лучший способ не бояться страшных болезней – знать, что их у тебя нет. А если ты все-таки заболел, то совершенно определенно необходимо узнать об этом как можно раньше. В случае с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ранняя диагностика – главное условие излечения. Чем хорошо, конечно, наблюдение в одной клинике пациента. Они наблюдаются каждый год. За 5 лет, за 6 работ в моей, в этой клинике, 5 человек. У нас очень раннее выявление, которые совершенно благополучно живут. У нас есть примеры, когда мы выявляем сверхраннее развитие опухоли. И в этот день у меня особенно хорошее настроение, что мы сохранили человеческую жизнь. Это дорогого стоит. Должен ли мужчина быть красивым? Но если в параметры поиска ввести и это требование, одиночество будет всеобщим и тотальным. Красота – скорее мужской недостаток, нежели достоинство. У мужчины ценится другое – привлекательность. Харизму невозможно накачать в спортзале, а баяние не вливается в инъекциях. Но есть одно важное дополнение – мужская привлекательность включает в себя ухоженность. Внешний вид мужчины является показателем его статуса и успеха. И во внешности имеет значение каждая деталь, начиная от обуви и прически и заканчивая ухоженными руками и кожей. Мужчина привык ухаживать, но не за собой. И побороть этот стереотип очень сложно. Однако любящая женщина вполне может его в этом переубедить. Конечно, не надо переворачивать все с ног на голову, но ответить взаимностью на мужские ухаживания можно, сделав ответный шаг – подарить ему сертификат на поход в резиденцию красоты и солнечного настроения. Когда наступают холода, хочется получить тепло, хочется видеть солнце. И в резиденции красоты «Версаль» меняется человек не только внешне, но и внутренне, поскольку мы работаем не только с телом в виде эстетики, но и работаем с душой человека. Прежде чем выбрать процедуру, мужчине нужно убедиться в том, что ничего страшного ему не грозит. Для этого ему стоит познакомиться со специальными программами для сильной половины человечества. Ухоженные ногти, например, такая же дань цивилизованности, как ежедневное бритье. Сейчас мы ваши ногти привезем в порядок. Мы нанесем специальное масло для ногтей и кутикулы. Жизнь – это постоянный стресс. Избавиться от его последствий поможет релаксирующий массаж – ручной, аппаратный или водный. Термованна – это и удовольствие, и оздоровление. Термоспа – это бесконтактная термальная ванна. Помимо гидромассажа также осуществляется цветотерапия. И 20 минут сеансов термоспа компенсирует 2 часа здорового сна. Восполнив недостаток сна, наш герой нашел в себе силы удивляться дальше. Соляная пещера «Галлокамера» способствует оздоровлению всего организма, а в здоровом теле – здоровый дух. Сеансы в «Галлокамере» позволяют улучшить иммунитет и избежать заболеваний респираторной системы. Ухаживать за волосами нужно не только тем, у кого их много, а как раз наоборот, тем самым исправляя ситуацию. Ведь волосы можно не только стричь, но и проводить спа-процедуры для кожи головы, которые стимулируют рост волос. У нас целый спектр спа-услуг, которые для резидентов наших не только полезны, но и приятны. Бывало даже, что наши резиденты засыпали. Мужчина по природе – исследователь. Убедившись в том, что здесь из него не сделают метросексуала и вообще никак не посягнут на его сформировавшуюся личность, он обязательно вернется. Ради любимой женщины можно потерпеть и удовольствие. На сегодня все, но разговор наш бесконечен, потому что вечные ценности неисчерпаемы, а значит, увидимся через неделю. Резиденция красоты «Версаль», улица Кирочная, 64, госпиталь «Аркли», телефон 321-08-12. В программе «Мужское начало», как всегда, оказывает дружескую поддержку компания «Велерой Бог». «Велерой Бог». противNIA «Велерой Бог». Продолжение следует... Увидимся! Продолжение следует...